Все свои, как бы, тысячи лет знакомы, да, все друг друга видели в интернете. Я, честно говоря, от этого никого не вижу, потому что, честно говоря, времени абсолютно нет смотреть там на ролики, на все. Все хотят новостей про СССР. Ну, хочу представить сразу, кто видел или не видел, то есть с 1 марта будут выдаваться уже документы. Можно наоборот? Да, да, да. То есть это в большом виде, то есть как бы наглядно для демонстрации, а это такого формата, в общем-то, будет выпускаться. Это документы уже с привязкой к финансовой системе. Скажите, можно вопрос сразу? Вчера видел водительские удостоверения, номера. Ну, водительские, в общем-то, пока еще службы чуть-чуть не созданы, поэтому пока информации по именно водительским и в части автомобильного, так скажем, дела пока это кто-то может пытается там что-то внедрить, но разработок конкретно пока еще нет. Если этот документ уже разработан, может быть, по мере там продвижения какие-то корректировки будут, такое, я думаю, что не исключено. Но в части автомобильной еще все в процессе, так что не будем забегать вперед. Самое главное, в общем-то, не торопиться, не гнать волшадей. Поэтому все свои действия, тем более все, в общем-то, и в судах, я так понимаю, выступают и взаимодействуют с органами РЭП и с какими-то другими инстанциями. Самое главное не горячиться и все-таки продумывать каждый слой шаг, чтобы не выглядеть, так скажем... Психом. Ну, не психом, но неординарным человеком. Не выглядеть трезво. Меня еще интересовал вопрос, я так смотрю на вещи, да, получается РФ, оно должно подчиняться международному праву, ну, по своей же конституции. И, соответственно, мы РФ-овские постановления судебные, допустим, приставы, исполнительные производства, можно же создать, воссоздать Советский суд и обжаловать эти решения, и приставы РФ должны выполнять решения Советского суда по логике решения. То есть, естественно, кто, в общем-то, понимает, что собой представляет РФ, то есть, если всю мишуру отбросить, да, и в реальности посмотреть, то есть, РФ – это транснациональная бизнес-структура. У нее нет территории, это бизнес-структура, которая действует на территории СССР. Поэтому, находясь на этой территории, она обязана соблюдать... Отжалясь там, да, как правило, начинается, у нас что, ах ты сволочь там, да, мы начинаем, соответственно, свою агрессию выпускать. И вот эта агрессия, она просто зеркалится, и она увеличивается. Себе жгут. Вот этого-то и не надо так сказать. Можно вот как раз по этому поводу, да, вот мы приехали из Сибирской Насте, вот расскажите, год назад, когда мы начали ходить по судам, да, и прошел год, то есть, вот так, месяцев 8, то есть, она не ходила долгое время, тут опять ей пришлось. У нас маленький город, получается, и люди, ну, как сейчас, может быть, в больших городах не настолько это все заметно, у нас совсем все по-другому, то есть, каждый на виду, все друг друга знают в лицо, то есть, вот там, милиция, судебные пристава. И вот эти люди, практически, как и в больших городах, многие сейчас на стаде, они настолько загнаны в угол, что у людей просто страх, страх сказать там, свое я, свое не я. И когда вот каждый из нас, мне кажется, пришел к этому, я говорю, кто-то осознал, кто-то не осознал, по тем или иным причинам, потому что столкнулся лицом к лицу, да, вот с каким-то непониманием. Непонимание — это первое, а, как бы правильнее сказать, с неправдой. Когда вроде ты знаешь, что за тобой правда, да, а ты понимаешь, что тебя даже слушать никто не будет, уже все за тебя давным-давно решено. И, то есть, мы познакомились вот с Натальей, например, ну, в случае, да, определенной беды. Вот я своей совершенно случайно в жизни вот наткнулась на нее. И мы начали разбираться, работать с банком, то есть, ситуация, как бы вам ее правильнее описать. Ну, не буду, да. Ну, суть-то в том, что мы идем на первые суды, и Наталья Первая у нас в городе заявляет, предоставляя все документы, что судов нет. Что судья не имеет права, то есть, доказательства. Вот я первая пошла. Мне вот вся эта картина казалась... Я немножко абстрагировалась, я понимала, что в любом случае меня подвели к тому, что мне выбора не предоставили, никакого абсолютно. Мне, в принципе, деваться некуда. И вот эта вот история там про несуществующий РФ, что нет документов. Я немножечко, вот знаете, абстрагировалась и просто пошла. Пошла и наблюдаю такую картину. Судья, вот мы когда зашли на первое заседание в суд, вы бы просто видели, они смеялись. Вот, обхахатывались. Заткнись там. Ну, практически вот так. Там, молчать я тебе сказала, ты кто такая. Сейчас только пискнешь, тебя отсюда выведут, вышвырнут, выкинут. То есть, вот это продолжалось вообще долгое время. Каждая, то есть, ну, судьи разные, там дела передаются. Разные люди, разные судьи. И то есть, вот этот вот процесс начался. Началась вот эта вот агрессия, смех. Мы заходим в зал суда. У Натальи сразу, ей охрана. Вот на первом этаже она только входит. У нее охрана. Мы пошли. И вот это вот психологическое, так скажем, давление, но это вообще уже отдельная история, ни к чему. И тут получается момент, то есть, я по силу обстоятельств, да, мы там много дней, много ночей, там, вот она с этими документами, я приду. То есть, мне приходилось, ну, вот, видеть эту информацию, вникать. И я начала наблюдать, то есть, не принимая никакую сторону, честно говоря, ну, как бы вот так вот наблюдать, что я вижу сейчас. Прошел год, прошел год. Скажи, что ты не ходила очень долго. Да, и получился промежуток, как бы, потерянного времени я очень долго не ходила. То есть, там, неважно, какие были обстоятельства. И вот сейчас, вот полностью еще, как бы, твою вот эту вот работу прочитав, вот все, что мы на сегодня знаем, да, каждый из нас, я бы так описала, знаете, вот как будто мы сидим в одной песочнице, всей большой толпой, и пытаемся, где я, там, я на море, я там, там-то, я там, там-то, но мы просто не видим, а нам уже давно говорят, ребят, так вы в песочнице. И вот эти вот документы, Марина, твои, да, это, вот все, что мы знали, это вообще ни о чем. Вот, когда я уже, вот, в общей картине все это прочитала, я много у тебя спрашивала, Наталья, а что дальше? А что дальше? Ну, пойдем мы в суд, ну, там, это, то-то, то-то, а дальше что? А тут все понятно, что дальше, просто, каждый человек к этому придет. И вот я ушла от момента, мы приходим в суд, вот, я уже настолько в среду, да, я вот уже настолько четко понимая, всю вот эту картину, это просто игра. Мы заходим в суд, вот, мы пришли, та же самая судья, которая была у нас самая первая, которая нас насмех, там, молчать, я сказала, сейчас все случится, я вам покажу, да вы тут, там, будете бежать дальше, чем видите. И представляете, я вижу абсолютно другую картину. Я была заворожена, естественно, нас было четверо, ну, четверо твердо знающих людей уже на сегодня свои права. И то, что прав на этой стороне нету, самое интересное, что они уже начали осознавать. Вот прошел год, я говорю, я смотрела, я не могла оторвать глаз, она сама погружалась в то, что говорит Наталья, и она уже понимает, мы не встали никто на суде, у нас уже никто не кричал, не пытался вывести или доказать свою правду, потому что они ее уже тоже знают. Пусть нужно было время, чтобы вот это вот все доказать, но оно уже работает, уже работает. Не надо бояться, потому что, ну, тут правда, от которой никуда не денешься. А им, я считаю, и Наталья говорила всегда, каждому человеку нужно время, чтобы к этому прийти, просто каждому. И тут тот же самый суд, те же самые органы и структуры, люди просто в незнании, в полнейшем заблуждении. А для элементарного предъявления тебе каких-либо требований, если это человек, так скажем, действующий от какого-то, так скажем, органа, ну, тут же должен быть определенный документ, подтверждающий его права и полномочия. Их нет. Поэтому о чем тут говорить, каждый должен понимать, да, действительно, агрессия это все вообще ни к чему. Человек должен четко распознать и быть уверенным. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Они не такие виситые, сидят, они на корону снимают при темы затеек. Да, все. То есть одно дело страха, они еще манипулируют, прощупывают. Насколько ты отвечаешь за свои слова и поступки. Действия, действия. Они прощупывают. Всем нужно время. И вот я говорю, я была в таком восторге и восхищении, вот я не могу описать. Ведь они поняли, что бесполезно, потому что правда есть правда. Нет, не то, что бесполезно, а полезно. И время, да. И для той стороны очень полезно. Да, просто прежде чем зайти, она уже свою корону оставила там в гримерной, ну а что, и пришла просто совсем по-другому. Совсем по-другому. Это я вот хотела добавить, это я вот одна хожу, вот сейчас вот Марина приедет еще. А представляете, мы бы объединились, да, Владимир бы меня позвал, я бы пришла к вам, к вам на суде, приехала с Красноярска. Завтра Марина приехала, Марина сегодня была очень отличная идея. Создать мобильную команду по России. И чтобы они всегда знали, что вот эти знания, вот эти знания не понесутся. И вот они во всех судах будут понимать и знать, что вот она команда растет, команда растет. То есть они видят, что ко мне начали в городе предприниматели приходить, людей все больше и больше, они не знают, когда они узнают. И у меня нет ни рекламы, ничего. Но люди приходят и говорят, помоги, помоги написать, помоги там жалобы составить, еще что-то. И я начинаю всем рассказывать, что беда не в том, что у вас жизнь не удалась, что вы работу потеряли. Не в этом. Эта система у вас перемолола. Завтра каждый вопрос времени, когда у кого государство вот это попытается отобрать. Вот то имущество, которое вы нашли, машины, квартиры и так далее. Не заключается ни в том, что вы неудачники. Так система рассчитана, чтобы мы все превратились в врагов. Мы, наши дети. Вдумайтесь вот в эти цифры. Значит, граждане России 2% от всей планеты населения составляют. Мы добываем 40% всех ископаемых. То есть почему мы живем в такой ничете? Мы вообще никто работать не должны в априори. 40% и 2%. Поэтому надо объединяться. Надо создавать. Надо союзы. Вообще вся вот эта система, как это мне напоминает. Игра в стульчики. Вот как мы в детском саду, там в школе. Вот стульчики расставили. Раз, один вылетел. Один вылетел. И все стульчиков уменьшается, пока не останется. То есть вот эта вот удавка, она затягивается, затягивается. И еще один момент, что все-таки люди, они какое-то время, вот лет 6-7 назад, мне кажется, люди, вот обычно встречаешь, даже знакомые, как дела? Да все прекрасно. Отходишь, думаешь, да хреново, да хреново вообще. Не знаешь, по-честному-то если сказать. Вот это не закрываться в себе. Потому что у нас проблемы у всех одни и те же с теми же кредитами. Сейчас редко кого можно назвать, у кого-то и проблемы нет. Это что, не касается вот тех ребят, которые работают, служат у РФ что ли? Да у них еще жестче условия. Мы еще более-менее свободны. Они-то сбрыкнуть не могут, их уволят. Да, я помню тот случай, когда я написала по фонду капремонта, только-только стали вот эти кветочки все. И я расписала, куда, как выводят деньги. Вот. И, значит, в УБПе сидели и рассуждали. Один говорит, мы, сам следователь, я не буду платить. Мы с женой поговорили, вот хорошо, что ты вот так вот написал это все. Мы типа тут немножко как бы так, шокотерапия у нас была, когда-то вот так вот тут показала конкретно вот это. А один говорит, а я буду. Да, замотали, говорит, сейчас же начнут. Там, кто штраф не оплатил, сейчас начальник вызовет, начнет на ковер отчитывать там из этих 300 рублей. Но, суть-то даже не в этом, кто сейчас будет, а кто не будет. Их количество-то растет, кто уже встает и понимает, а сколько ребят, которые вот им показал, что из тебя представляет РФ, на кого служат в реальности эти ребят. Они просто пишут, в рапорта и уходят. А куда уходят? В никуда уходят. А есть-то что-то надо им? А? Есть-то надо им что-то. Это понятно, да? Вот для этого и нужно решать вопросы, объединяться, что все-таки... Для этого надо картошку сожжать. Человек там решил вопрос с кредитом, еще он не решается. Нам нужно все-таки задумываться о том, как мы будем вообще все жить завтра, как наши дети будут жить. Ну, а кому потому что? Вот о чем, что РФ-то перспектив-то нет. Ведь это понимает, что это просто бизнес-структура, органы управления, которые заточены под работодателями. Работодателей, я думаю, не надо конкретно указывать. Их понятно, нужно зайти в те же реестры интерфакса и посмотреть. Работодатели, в том числе и в 91-м, 93-м году, отжали общенародную собственность. Схема-то проста, домональность. А сейчас разводят праздно. А сейчас разводят, да, то есть сначала рейдерский захват СССР, потом рейдерский захват РСФСР, затем перекинулись уже на субъекты. А сейчас уже как бы уже и на граждан нормально, их хотя бы имущество отжать. Как раз не стало. Там уж дальше видно будет что-то. Вот как вы говорите, объединение это хорошо. Но сейчас в РФ это называется экстремизм. Почему? Вы призываете к чему-то? Я призываю. Экстремизм это призыв к каким-то действиям. Вот смотрите, вот сидим рассуждаем, да, то есть объединятся. Все здравые люди, все родились в Советском Союзе, все все прекрасно понимали, что нас тупо развели и сейчас тупо уничтожают. Ну все это понимают. На улицу уйдешь, аптека пьемушка, аптека пьемушки. Все согласны, да? А сейчас люди, которые объединяются, даже судя по Москве, вот у меня брат живет в Москве, он двигается в этом направлении. Он состоит в партии националистов. Не нацистов, а именно националистов, русских националистов. Лидер партии сидит сейчас в тюрьме, Демушкин. Знаете такого? Дмитрия. То есть все русские, все славяне. Борет, это сейчас называется экстремизм. Ну а партия-то где зарегистрирована? Я не знаю, мне это неинтересно. Я говорю о том, что все рассуждают об объединении. Да, это надо делать. Но это надо делать как-то, мне кажется, в общем. Как в общем? Вот смотрите, ситуация. Вот у вас, например, ну, как бы вам сказать, давайте я свою ситуацию образно вам. Вот год. Последний год у меня шла переписка с банком. Банк просто разводил меня на деньги. Ну вот так вот, если бы вам правильно сказать, вот смотрите, я беру сумму миллион двести пятьдесят тысяч, образно, да, полтора миллиона отдаю, банк мне звонит, а, я звоню ему, узнает, сколько у меня остаток-то там осталось. Они мне говорят... Другими словами? Снизана мошенническая схема голода денег, минуя определенный счет. И они мне говорят, так у вас долги-просовочки, вы не платите уже? Я говорю, как не платите? Я бегу с квитанциями, вот у меня, вот смотрите, они пожимают плечами, долг растет, то есть ситуация какова? Год. Год. Я просто пишу письма, обращаюсь во все инстанции, прокуратуру, ВАБЭ, все существующие инстанции. Тишина. Я очень внимательно отслеживаю весь процесс, потому что у меня имущество, залоги. И сейчас получается картина, был момент, да, когда мне угрожали, там, и жизни моих детей, там, и моей, там, ну, знаю, что у меня здесь там имущество, то-то-сю-то, когда они поняли, что уже психологически бесполезно со мной бороться, позвонила мне женщина одна. Я вообще ее слова, как бы, ну, знаете, особо не восприняла, потому что таких звонков миллион. И она говорит, а ты с кем пытаешься бороться-то, я что-то понять не могу. А ты неужели не понимаешь, что все случится, ты даже знать не будешь. Тебя никто никогда не спросит. Ну, то есть, я ее разговор ни о чем, и тут, не поверите, 28 декабря, как раз перед Новым годом, я уезжаю в Красноярск, звонит мама. Звонит мама, у нее истерика, ко мне пришли судебные пристава, машину изъять. Полдесятого вечера, учитывая, что у меня вот такой вот пакет документов, я-то реально понимаю, что меня грабили, воровали мои деньги, в сегодняшний день, не объясняя, куда они в деле предоставляют выписки, вот этих денег нету, там огромными суммами, там по 40 тысяч, вот таких вот. Они пришли арестовывать мой автомобиль полдесятого вечера. Я приезжаю, иду к ним, и ситуация такова. Первого числа состоялся суд, декабря, а 28-го уже пришли изымать мое имущество. То есть, а я еще об этом даже не знаю. Вот как такое может быть? И вы говорите, объединяться. Да, я понимаю, что за мной правда. Я пришла к ней. Есть еще ребята, которые ее знают. Я не просила, я не умоляла, я не знаю, что завтра им понадобится. Моя помощь. И мы пришли вчетвером. И этого было достаточно, поверьте. Просто достаточно. Вот это и есть объединение. Если ты знаешь, ну помоги своему рядом сидящему, и он тебе поможет. И ничем это плохим не называется. Просто, ну ты за свое, ты за себя, ты за свою правду. За свои права. Вот и все. Да, это настолько элементарно просто. И нет тут ничего сумасшедшего. Я еще раз говорю, вот даже как у нас, пусть нас мало, но мы уже трезвые. И они это поняли. Понимаете? И они нас в лицо знают. И они знают, что назад дороги не будет. Потому что вот эта картина уже стала настолько понятна. Я вспомнила вот этот телефонный звонок когда-то там какой-то женщины, которая мне в принципе сказала так, как вышла. И я понимаю, что ладно, это я. Я много прошла там, чтобы созреть к этому. Я пришла. А ведь страшно то, что у вас большой город, у вас так это не слышится, а у нас просто люди вешаются, травятся. Это страшно. А у нас-то это вот на беду. Просто из-за того, что ты или я просто не успели ему объяснить, что мы будем рядом. Ну вот так-то. Не успели, если ты, если бы говоря, вытащить. Просто не успели. Вот письмо Петра Афанасенко, когда я познакомилась с Владимиром, вот эти документы и так далее, начали работать по этой схеме. И я обращалась ко всем. Я находила вот этих вот главгородов и так далее. Вот в чем объединение? Я некоторых даже в лицо не видела, но я со всеми с ними общаюсь, и каждого спрашиваю советом, еще что-то. И Петр Афанасенко мне пишет письмо, очень много роликов о нем. Значит, он возглавляет Патрибинский профсоюз Урал в Екатеринбурге. И он мне пишет такое письмо. Я просмотрел ваши документы, нахожу их достаточными. Как у нас это работает? У нас создан профсоюз. Все члены профсоюза являются по умолчанию гражданами СЭК. Когда, значит, суд выносит решение, он, во-первых, говорит, что мы никогда не боимся вынесения решений незаконных, вот этих противоправных, мы не боимся, мы, значит, идем к приставу и говорим, что мы граждане, значит, СЭК, у нас создан профсоюз, я вот как председатель профсоюза пришел по, и начинает говорить о том, что какие были допущены нарушения при вынесении этого решения, что это решение незаконное, что если вы не закроете производство, то, значит, вы будете иметь дело с многочисленными профсоюзами. Из трех случаев, вдруг закрывается производство сразу, в третьем случае, например, такие серьезные вещи, как ипотека, автокредит и так далее, он приходит и не занимает, и он говорит, объединяйтесь. Массовость на сегодняшний день, она пугает всех, суды, приставов и так далее, никто не хочет связываться с массовостью, все боятся, и он говорит, все, я пришел, мы заявили, что мы члены профсоюза, граждане, которые приходят от нас, они пишут, я член профсоюза отхода, и так далее, все, он показывал, приносил вот эти справки о закрытии производства, поэтому он говорит, что создайте профсоюз, объединитесь, ничего не мешает, три человека, все, это уже профсоюз. Это, во-первых, профсоюз может требовать, может запрашивать информацию, и так далее, запросил человек информацию, или запросил организацию, у которой есть право требовать, и которая также может создать тогда профсоюз. И мы приехали сегодня, если не в том числе, и с Владимиром поговорить, о том, что та сеть, которую на сегодняшний день он создал по всей России, ничего нам не мешает создать активистов в каждом городе, который будет ходить. На сегодняшний день, вот год хождения по судам, и так далее, меня приходили все проверить, следственный комитет, всякие различные, значит, с БВД, МВД сотрудники, которые говорили, вы знаете, что революционеры плохо заканчивали, вы знаете, что вам будет, может быть, уехать с этого города, и тем не менее, все они теперь ходят здороваться со мной, потому что они узнают эту правду, меня вот скидывают эти материалы, они узнают, ничего не могут сказать, когда как вы включаете диктофон, они говорят, ты во всем права, ты во всем права, это говорят те сотрудники, которые вызвали меня, которые могли мне статью какую-то пришить, за, значит, угрозу судей, и так далее, которые пишут, но на сегодняшний день, они суд понял, что, ну, бесполезно писать, и они заняли тактику о том, что, ну, зачем им, зачем воевать, все, она пришла, как у нас, корону сняла, зашла, мы сели, поговорили спокойно, она вынесет это решение свое, но, не меняет и не затронет, не, и, но она будет понимать, что у нас решает на сегодняшний день, вы понимаете, когда ты не знаешь и совершаешь, и когда ты уже в курсе всего, и ты осознанно совершаешь это преступление, тогда приходит расплата, и она будет и по детям, и по всем остальным, а мы объединимся, нас это только сплачивает, что нас не убивает, то делать сильнее, поэтому, вот как раз предложение было, давайте объединимся, у нас уже большая организация, что нам мешает собрать 3-4 человека, и потом к приставу к тому же сходить, они будут знать, что да, есть активисты, зачем связаться с этой профсоюзной организацией, они всегда могут найти то решение, куда можно им выскочить, так сказать, то той же судье, дело, например, передать по, якобы по подсудности, оно не проходит. Да варианты есть, варианты есть у всех, и все находят варианты. Каждая структура РЭП, буквально видишь их траекторию полета, как они вот начинают подыгрывать, маневрировать, то есть это все прозрачно, наглядно прослеживается. Какое-то решение, Ранос, сделать специально такие фатальные ошибки, чтобы ты в следующей инстанции так не был. Понимаете, нет как такового, что, а, Иванова, Петрова, Сидорова, гражданка СССР выиграла. Нет. Но есть другой выход. Он вроде как проигрыш, но это выигрыш. У меня ипотека в первой инстанции уже будет, и она решится сейчас. Ну, это опять же, я говорю, не надо исключать того, что очень много дел, вот то, что я наблюдаю, да? Только заходишь, да, оно там как бы где-то застряло, зависло, еще что-то. Потом через год-полтора всплывает решение, что было заседание там, тебе кучу направляли уведомлений, ты не получал, осознанно, умышленно, неполно, я выкатрирую вещи. Очень психологично. Вот. Ну, решение, оно выползает на поверхность. Но другой вопрос, хорошо, но если сейчас, ну, давай, давай, как я говорю, давай, иди сюда поговорим, давай, садись, документы. И когда вот к какому-то человеку там тот же блист, скажешь, я к вам приду, то скажешь, так она 100 человек, и мы, и все 100 человек, приходи. Самое главное, не пугаться, чтобы сразу в висках не тикало вот это вот, что, о, там, пристав на пороге, что делать, или вот, вот вы там как-то собой совладать, и, конечно, найти, постараться хотя бы выйти на ребят, которые можно какую-то консультацию, что-то заполучить у них поддержку. Сейчас уже достаточно, когда ползли первые, ползли на ощупь, слепую, там, примерно так вот, да, вроде как правильно, правильным курсом идем, вот это было, где-то шарахнуло, где-то с квадратными глазами, ну, ладно, дальше пошли. Вот тогда было, а сейчас уже намного больше стало. У Марии практика, да, у меня будут вот этих судов, да, я вот понимаю, что каждый суд мне дает еще больше понимания, что я иду правильным путем, что вот это правда, а против правды нет, нет, вы понимаете, против правды нет, нет средств, да, поэтому они все в итоге, они все здоровы, в итоге вот эти граждане, так, милиционеры, и так далее, если изначально, там, я с ними беседу, он говорит, да, иди ты со своей сексой, все, уходит, встает, уходит, а потом здоровы, она приходит, да, ну, привет, они все здоровы, все эти приступы, которые год меня сопровождают на всех заседаниях, и так далее, потом они пытаются подходить, говорят, ну, да, ты много знаешь, и так далее, но там какие-то рассуждения пытаются, нет, они пытаются состыковывать вещи порой, но вот тут-то вот не стыкуется, объясняешь, ну, да, да, что-то в этом есть, начинает, то есть, так скажем, перезагрузка начинается. Вот это правда, не надо нести, не надо ничего такого делать, нести и поддержать какой-то человек в какой-то момент, а если у нас будет 3-4, если мы будем бумагу отправлять, скажем, член профсоюза, а завтра еще член направил бумагу, еще, 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 то есть даже то, что член профсоюза, просто объединяться, все равно надо поддерживать друг друга. Профсоюз это механизм, как это увеличить эффективность, так сказать, по выси. Даже эти все структуры, тоже вот так-то разобраться, информацию, я опять же вернусь к тому суду, к первым судам, когда мы приходили, ну, Наталья Сефил, что гражданка СССР, хохот стоял, они пересматривались, так хохотали, типа, там просто, ну, вот такое шоу. Когда мы пришли на второе, они опять, а тут она им просто берет, показывает, ребяточки, а я вот справку взяла, что судата нет у нас в городе, милиция, алло, лица совсем другие. когда они сами даже видят одну за другой, не голословность, а доказательство, вообще совсем другая реакция начинается, абсолютно другая. Я даже думаю, сейчас за вот это время, то есть так же, как в любом другом городе, люди в полном непонимании, заблуждении, и когда начинаешь предоставлять им документальные подтверждения, они уже понимают, что в принципе-то, ну, если они действуют на основании закона, даже не соблюдая своих же законов, а ты подтверждаешь все документально, вот там, с налоговой инспекцией, справка, что суда нет, а у меня есть повестка, адрес, я иду, беру выписку, по этому адресу тоже никого нет. Кто вы? Когда экспертивные системы? Где вы? Экспертивные системы? Нет судебной системы? И совсем другое, вот понимание разговора, они сами начинают вникать, им становится немножко непонятно, а что происходит? То есть уже вот этот смех отпадает на задний план, они начинают вникаться, погружаться, то есть сначала амбиции, конечно, захлёстывают люди амбиции, ты кто такой? Да. Что ты тут вас замнил? А потом всего лишь в течение какого-то времени обстоятельств, когда ты видишь, что ты чётко отвечаешь за то, что ты говоришь, вообще всё по-другому. Абсолютно. В заблуждении её видео получается. А когда ты из доказательства приходишь, на сколько говоришь, блин, ну почему я должна вставать? Я тоже судья. Ну давай я тоже судья, она судья, вот судья, она судья. Ты же не показывай, что кумент, я же не знаю, кто ты. Марина, это все источники, то есть на каждого судя можно забрать, то есть если она, например, смотрит какие-то дела, то есть она находит, когда он получал образование, какое у него образование, какой у него стаж, сколько он должностей и этих регалисий купил, что он закончил техническое образование, является доктором наук, юридических наук, то есть вы такие несостыковые понимаете. Даже то, что они документы не предоставляют, уже вводят вас в заблуждение. Ну вот так. Дело-то, знаете, вот в чем еще получается, даже хорошо сидят на местах исполнителей, да? Вот, получается, как, вы представляете, вот, кого, допустим, должно служить РФ, да, вот он сидит и заходит к нему, ну вот я РФ, правительства нет РФ, законодательного органа нет РФ, вы чьи инструкции исполняете? А в чем смысл значит? Они-то исчезнут в их час. А вы-то со своим документом, с вашей подписью останетесь? Их-то нету. А вы кого изображаете-то? Здесь-то хорошо, у тебя сейчас поддержка-то есть, ты на вашу кнопку нажал, да? Ну, вытащили там этого бедного гражданина. Вот, сегодня. Тебя просто используют в темную, ты пытаешься им это донести, они еще пока пальцы там некоторые, ну, да, которые уже проходят вот эти амбиции свои, немножко, вот так, скажем, снизили уровень. Когда они вот чуть-чуть заполнулись, почитая, и они, да, как бы, как я иногда сама себе говорю, вроде, когда оно кажется, повторяю, оно лишь кажется, а когда начинаешь состыковывать вещи там, вот взять спокойненько, дышить, и сопоставить одно, второе, третье, и уже становится что-то не смешно. Да, на самом деле грустно. Я вчера заходил, в четверг заходил в миграционную службу, ну, оно само за себя говорит, мигранты, все мигранты, вот эти талибы, которые подметают, то есть то же самое, что... Миграционная служба не говорит, что все мигранты. Миграционная служба говорит, что есть миграционная служба, давайте вещи называть своими именами. А вот если вы прошли через миграционный контроль, либо где-то на учете в миграционной, то есть я явно как-то откуда-то эмигрировал. Получается так. Ну, она где-то еще есть, это я смотрю просто по регионам. Где-то она уже реорганизована. В Росгвардию сейчас от Кирилл Гуды, да, вы? Да, их в полиции прилепили недавно. Все. Ну, дело не в том, я захожу в управление при МВД, где сидит в погонах женщины. Выдайте мне справку о гражданстве. УВМ МВД, Управление вопросами миграции. У вас же есть паспорт, у вас же есть паспорт. Я говорю, у меня нет паспорта, у меня есть документ на передвижение по стране. Дайте мне справку о гражданстве. Мы таких справок не даем. Давайте, говорю, письмо вам напишу официальное. Ответьте. Подумаем. Как так подумаем? Они вам выдадут вклады. Пришел гражданин, просто мне нужна справка о гражданстве. В какой стране я живу? Я понимаю, что я живу в Советском Союзе. Но оккупированная территория то есть они этого, скорее всего, просто тупо не знают. Или знают, или молчат. Да, не знают. Они, я думаю, что, в общем-то, какая-то часть и не знает их. Но она не то, что оккупированная территория. Просто есть бизнес-структура, которая заточена, чтобы продвигать интересы работодателя. И они все свои внутренние вот эти инструкции, распорядки, которые позиционируются и представляются как федеральные законы, да. Опять же, у РФ, Конституция, статус этого вот документа, он какой? Это декларация. Ну да, я вот со своей ООО там пришла и говорю, что я вот буду там защищать ваши права там. Я только лишь задекларировала, заявила об этом, о намерении это делать. Но опять, моё намерение и мои действия, это тоже вещи-то не дождественные. И вот есть что интересно, почему всё-таки служба УФМС реорганизовалась, да? Мы с вами смотрим, что сейчас везде с тем, что вот огромная масса начала, значит, просвещаться, правовая грамотность появилась у людей. Это везде заявляются, ролики и так далее. Вот эта коммерческая структура, она маневрирует тоже, она видит, что постоянно УФМС завалили письма. Веряет. Когда вот это первое пошло, вот эта лавина, значит, и всё, они, соответственно, меняются. Ладно, уберём УФМС. Так, зарегистрирован центральный банк, хорошо, берём центральный банк, с выпиской. Да, а здесь, как бы ты ни пытался подделывать, подделать-то нереально, но хорошо, вот я всегда говорю, ребят, вот смотрите, хорошо, банк подал в суд. Во-первых, во всех договорах, во всех без исключениях, фигурируют как минимум две разных кредитных организации. Две. идентификатор БИК. Всё, у вас, у каждой, я ещё не видела ни одного договора, чтобы там два накрепительных организациях. Это как по-другому, в несколько, в смысле, в другом, а вот, допустим, это в шапке договора, да, и в шапке, и в реквизитах, то есть, состыковываешь. ВТБ-24, да? Красноярск, конечно, в филиале, в лице такого-то филиала. У ВТБ-24, какой БИК? Если я не ошибаюсь, 044-525-716. Может быть. Вот. Когда вы посмотрите БИК своего филиала, все БИКи проверяются в БИК-инфор. Вбивайте, вам конкретно идут информации. Это другая кредитная организация, то есть, филиал, действует, как правило, начальник там такого-то филиала, действует там от ВТБ-24, на основании чего идёт? На основании доверенности. Доверку сюда давай. Своё. Они же по инструкции 135. Да при чём здесь там ещё до инструкции 135, как до этого? Вот давайте не будем забегать вперёд. Вот то, что я сразу вот с чем столкнулась, да, вас пытаются затянуть в частные вопросы вот там вот как бы, и вы начинаете какую-то мелочь вот эту разбирать. Вот это всё мешок, я говорю, уберите, если вы ко мне выходите с какой-то претензией, предъявляете право требования. Давайте раз... Вы кто? Вот это первый вопрос. Кто вы? Так. На основании чего вы действуете? Ваши документы? Юрлицо действует во взаимодействии, значит, с другими лицами. Каким образом? Каким образом? Через свои органы управления. Так? Органы управления у любого юрлица прописаны. Где? В каком документе? Устав. Устав. Да. Документ. Давай устав посмотрим. Выписка, выписка с игрула. Да, это неплохо, это хорошо. Ну, устав, давай глянем там, что, как, кто у вас там с кем взаимодействует. Обращаю внимание, что устав, как правило, банк, если приносит, две пилы, останется, две последние. Это одно. Обращайте еще внимание, в какой редакции идет устав. То есть, уставы можно посмотреть на сайте интерфакса Центр раскрытия информации. То есть, какие-то внутренние документы там тоже имеются. То есть, сразу туда заходите, устав такой редакции, такой, обращайте внимание, так, у меня договор там от какого? От 12-го года. Ага, вот отсюда поехали. Вот так вот этот устав и погнали дальше. И тоже мы с комитетом. Так, хорошо. Ты вот как бы представляешь, ВТБ, ты на основании чего действуешь? Доверенности ее недостаточно? Если ты действуешь от ВТБ-24, у тебя должен быть приказ, во-первых, о назначении на работу, ты должен быть сотрудником ВТБ-24, но не филиала. поднимаешь всю ту документацию, давай сюда, это, это, вот это, вот это, то есть, ты должен показать свою взаимосвязь с этим ВТБ-24. Там, помимо доверенности, еще целый список ряд документов. Каждый филиал обладает БИКом, совершает совершенно... БИК-это БИК, я просто сейчас говорю, когда даже договор подписывается начальником какого-то филиала, но головное предприятие, в данном случае ВТБ, не может просто так по доверенности передать вот эти полномочия. Данный начальник, вот этот филиал, он должен быть должностным лицом, быть в органах в органах управления головного предприятия. Я хотела бы про то, что они, как юридические лица, осуществляют самостоятельно, банковские операции и все остальные операции, они самостоятельно, банк и пишут в уставах тоже о том, что вот эти вот филиалы, они самостоятельно, они несут все риски связанные... Филиалы никогда самостоятельные не бывают из-за филиалов. Нет, не очень. Это нужно смотреть все внутренними, документами. Есть положение о филиалах. То есть, когда вы поднимаете устав, то есть, как бы, не торопитесь, поднимайте, не торопясь вот эти документы, раскручивайте ситуацию. Не проскакивайте определенные вот эти вот периоды. Вы знаете, еще, можно я вас передаю, как бы акцентируйте внимание на то, что, например, вот у нас же получается, например, банк, например, один, да, в городе, скажем, в этапе 24, филиал может быть необязательно прямо здесь быть, да, а у них там дополнительные, как бы, это, внутреннее структурное подразделение, везде. И вы, как бы, я вот смотрю ваши ролики, оцениваете, вы запрашиваете, как бы, сведения, как на филиал, а получается, филиалы и представительства, филиалы, они не... Филиалы, это вообще частная офшорная компания зарегистрирована. Не, это как бы понятно, если вот так глубоко копать. Но согласно инструкции 135i, они, как бы, вот эти доп. офисы, они, в принципе, правильно действуют. Просто, а вы, как бы, акцентируйте внимание, что все эти внутренние структурные подразделения, и то есть филиалы. Вот как бы вот такие тонкие моменты. Видите, я еще что хочу сказать? Понимаете, дом-офис, да, он может быть, и тот же филиал, он может быть представлен как, так скажем, обособленное подразделение, то есть внутри головного предприятия. То есть две разных организации, вот с одним и тем же наименованием в одном случае это может быть филиалом структурным подразделением, а в другом случае это самостоятельный банк. А название у них одно, но реквизиты разные. Это все смотрится по реквизитам. Когда вы научитесь читать в реквизитах информацию, в том числе и на ННКПП, вот тогда вы начнете лучше эту ситуацию понимать. Когда Юрик, ну еще не Юрик, скажем, приходят по 129-му закону о государственной регистрации, вот допустим, я решила создать ее лицо, кредитную организацию. Я что, я пришла в налоговую, хорошо, принесла устав, это, это, приказ, решение о создании. Я минимум должна получить от налоговой минимум три свидетельства. должна о госрегистрации, о внесении записи в ИГРУ и свидетельства о постановке на налоговый учет. Если кредитная организация через какой-то промежуток времени, да, одновременно налоговая подает в ЦБ, там все вот эти, там пакет документов определенный, и ЦБ после того, как произведена госрегистрация, осуществляет регистрацию в качестве кредитной организации. Там совершенно другая процедура регистрации. И выдается еще одно свидетельство. Свидетельство регистрации кредитной организации. Если банк зарегистрировал сразу ЦБ, минуя ту процедуру, то есть этой регистрации просто нет. она ничтожена. Здесь понятно? Не совсем, Нет, заблудились. А? Заблудились. Заблудились. Аналогично то же самое. Мы гражданеры, процедуру проходил, нет, ну тогда какой-то гражданин. Аналогично. То есть как можно, не пройдя ни в РФ, не получив правоспособность, нет процедуры прохождения государственной регистрации. Банк сначала регистрируется как лицо ВНС, а потом еще и Центробанки. Да, но их-то регистрируют. ЦБ? Сначала? Ну, конечно, все банки в том же в реестрах Интерфакса заходите в карточку компания, там еще все это не подчислили. И причем даты бывает очень сильно расходятся с Единым Государственным Реестром. В карточке, например, сказано Хомкредит в 89-м году образовался, в Едином государственном Реестре и 92-й как вот такие вещи сопоставить. И вот эти нюансы погод, если разбег, пожалуйста. Ну и не говоря уже о том, что да, все мы знаем, что Центральный Банк по закону образовался в 2002 году, закон вышел в Центральном Банке. Каким образом неродившийся получается, сын уже регистрировал дело, совершал какие-то операции. Вот как раз правоспособность могла ли организация, обладала правоспособность, не могла она обладать и не обладать до сих пор. То есть они пришли в суд подавать, а у них нет правоспособности. Вы когда приходите, у вас же правоспособность. Не правоспособность, не правоспособность, то есть эти вещи тоже... У вас же сразу поверят, имеете вы правоспособность. Правоспособность в банком сами. Еще раз... Я зашла, сделала Центробанк по поводу если мой кредит находится в Леоне. Не ответ написали. Если ваш кредит, что находится в ЦБ? Договор кредита моего личного. Они мне написали, мы не ведем учет кредитных организаций. Я думаю, что... Ваш банк не касается договора, как средства. Учет кредитных организаций. Ну, такая фраза. Мы не ведем учет кредитных организаций. У нас их нет. Ну, опять же, что здесь под учетом? Я не знаю. Фраза есть такая. И разбирайтесь с банком сами. Вы писали, наверное, наличие судно-содолженности, да? Узна Бунобан, но они так и пишут, что... не причастны. Они не разбираются. Они не разбираются. Они разбираются. Без лиц. В эти правоотношения не ввязываются в кредитные отношения с безлицами. Но та формулировка, которую они вам написали, я думаю, что не совсем так бы ее, как бы, сказали. сказали сейчас. Что-то кредитных организаций мы не видим. Они даже ведут книгу регистрации кредитных организаций. Поэтому, но здесь, опять же, не регистрация, учет, а под каким учетом? Учет может быть налоговый, учет там, еще разные виды учета. Что вы, как бы, я имею в виду, СБТА, что имело в виду под этим? Ну, это надо дополнительные задавать. За каждое слово еще один запрос. еще хотел сказать, великолепный ролик Росичем снят, где очень структурно подробно разъяснено, что кредитные договоры и что все кредитные договора являются активами для того, чтобы центральный банк дал денег. То есть они сразу составляются в трех экземплярах. Там посмотрите ролик, там договор, примерные пункты, какие должны быть в договоре, для того, чтобы центральный банк принял этот договор. А далее кредитные договоры составлены в трех экземплярах. Кроме того, что уходит в ЦБ, уходит в сам банк. Нет, так как он является депозитарием, центральный банк, получается, в третий договор. Нет, он там пишет, что в третий экземплярах непонятно куда. Нет, мы говорим о том, что скорее всего он уходит в ФРС. Потому что центральный банк является депозитарием, то есть депозит это размещение денежных средств от своего имени и за свой счет. То есть ФРС размещает деньги, хранит, как в ячейке в ЦБ. ЦБ раздает банкам под договора, они являются активами. Это все исходит из нормы законов. Там все-все-все очень четко, подробно описано. Зайдете, посмотрите, вот эта вся картина. Там четко нужно понять, что ЦБ выдает деньги только под залог. То есть он не выдает просто любому банку на «возьми пользуйся». Он выдает только под залог написано. Раньше было «вексель» написано, а с прошлого года они еще в скобочках написали «кредитный договор». то есть «вексель» в скобочках еще кредитный договор пояснения. Основная сумма, вексельная сумма. То есть и вот эти все понятия все-все раскрыты. И ваш договор сразу уходит. Банк его сканирует, и у банка больше нет оригинала. Он сканировал актив этот сразу, правило, так сказать, под этот самый ваш актив получил денежки, напечатанные денежки. в цифрах. Марина, хотел спросить, есть ли вопрос касаемый как гражданин, представляете гражданина в суде как гражданин Советского Союза? Стоит ли углубляться вот в такие изъяны Российской Федерации о принадлежности, битве, доверенности и так далее? Если он всего же гражданин, это уже об новом говорит, или стоит ли дальше вообще вести это? Вопрос задан, да? могу отвечать. Вы знаете, я вот какое-то время, все же на своем опыте проходишь через свой опыт, Поэтому я сначала пыталась одним способом найти, потом понимала, что надо еще вот это добавить. Сейчас я действовала, допустим. Приходишь, суд, суд, гражданин РФ, гражданин РФ, хорошо, я пока не задаю вопросы, а я гражданин СССР. И начинаю. Вот у нас вот это вот так тут в СССР, а вот у вас, вот по вашим законам в РФ, вот это вот так вот. И начинаю, что, а вот тут вот мы входим, поскольку вы-то здесь, на этой территории действуете, вот это вот тут вот не стыкуется. но поскольку вы-то уверяете, что вы-то РФ же представляете, поэтому вы мне покажите ваши документы, где вы со своей РФ это тут зарегистрировались, у нас вот тут вот, в наших там вот органов. ну и все, и в ответ тишина. Разговоры получил. Я не против, что вы РФ представляете. Я же еще не смотрела там ваши документы. но сейчас вы ту сторону представляете, а я-то говорю, что я вот здесь вот. Вы же мне с требованиями с какими-то, вы вот тут арбитр сидите, нас будете, значит, кто как играет у нас. Получается, какое требование может представлять? Он выставляет требования. Я не против. Только вот для того, чтобы вы на этой территории здесь играли, вы должны были здесь зарегистрироваться. Вы, во-первых, там на своей территории, ну даже не территории, а, так сказать, в виртуальном вашем пространстве, созданном, ну инкубатор там, или что у вас, структура-то вот этой РФ. Это мне было, просто не знаю. Кто вы и на основании чего предъявляет гражданин Советского Союза, да? Здесь сначала, поймите, как бы, начинаем выяснять, вот, ну это я все на бумаге, поясняю, что вы, вы даже от тех действий, я пока не против. Но я-то вот другую сторону представляю. Я вот гражданин, вот, во-первых, чтобы вы могли здесь на этой территории действовать, вы должны были здесь зарегистрироваться. Вам этого сделано не было. А ванной даже не только здесь не было создано, вы даже в своей структуре нормально не прошли порядок. Вы не в правом поле. Их. Вот. Поэтому предоставьте документы, вы, во-первых, по своей структуре предоставьте, а потом уже, как бы, у нас вот тут зарегистрировались, нет? Есть документы. После этого молчание, да? Ну, а что сказать-то? После этого судья говорит, я ничего слушать не буду, давайте продолжать. Говорит, не обоснованно. Да, и сразу вызывать судебного пристава, он встает рядом, как этот Марк Крысовое. А вы пробовали милицию вызывать? Мы пробовали. Нет? Ну, милиция, они тупо в эту справку, что суда нет. Витя, мы милицию вызываем, а она же, если вот так его рассудить, тоже получается нелегитимное, нелегальное действие. Получается, мы на нелегальный орган обращаемся к нелегальным жителям. Ну, они, по крайней мере, у них одна структура, РФ. Мы, вроде как, уведомляем, что у вас, тут ваша структура, мы пока вашу структуру не рассматриваем. Вот это вот... Так если они нелегальны, как они будут, как бы, это, фиксировать, например, преступление, что, например, судно, как бы... Они тут думают, что нелегально. Они думают, что нелегально. Наша задача, мы выступаем учителями. Мы учим их, чтобы они хотя бы у себя порядок навели. То есть, мы вызываем милицию и говорим, вот здесь суд неправомочен, у вас же. То есть, вы у себя там наведите хотя бы порядок, прежде чем нам вопросы вообще какие-то задавать. У себя в голове. Вот у меня вот по мировому, то есть, она у меня вызывает, значит, когда они не хотят идти на диалог, не хотят услышать и так далее, мне вот приходится действовать таким образом. То есть, мировая судья, значит, в декабре у меня идет заседание практически день, она вносит решение. Но 12 января у меня уже другой человек. 12 числа я прихожу, смысла уже нет, потому что я уже поняла, что человек не настроен на диалог. И все, мы в зал заходим, встаньте. Я продолжаю сидеть, она там, суд, по регламенту суда вы обязаны встать, я говорю, предоставьте документы, что вы суд, что, соответственно, я нахожусь в суде и что вы судья. Вот у меня есть экспертиза независимая, нету суда, у нас есть экспертиза, вас никто не назначал, мы не выполним, так что документы в ваших неведении. То есть, я продолжаю сидеть, она пытается, значит, каким-то образом меня выставить, ставить, я набираю свой телефон, вызываю, она сразу перерыв, и все, значит, убегает, убегает, то есть, я вызываю, соответственно, у меня уже заявление написано, приложена экспертиза, и так далее, месяц будет разбираться, ситуация какая, через три дня она отбивает телеграмму, вот этой женщине, за которой я иду, ну, раньше работали, у меня сотрудники, она мне, соответственно, звонит, говорит, даже телеграмма пришла, я снова появляюсь, она начинает ту же историю, только в этот раз она меня пытается запугать, говорит, так, пристав, выведи его, я говорю, вот видите, человек сидит, он снимает, он сразу раз, отбегает, все снимается, все записывает в камеру, он отбегает, значит, судья опять убегает, пристав, значит, пытается меня воздействовать, вы должны покинуть, я думаю, как я могу покинуть, во-первых, сейчас только что пыталась преступление совершить, только что, человек вымогает, понимаете, она вымогает, у нее нет ни полномочия, она произвела захват судебной власти, согласно 10-й, 16-й конституции, 3-й, статьи конституции, основного закона, то есть полиция, вообще-то, она передать это преступление ФСБ, захват власти, у них на территории, вымогать, у них, она же у меня деньги требует, каких-то там, мировая, до 50-ти, она же у меня деньги требует, как она может требовать, это же женщина, я же не знаю, что за женщина, приходит, требует, то есть это вымогает, это решение служебных полномочий, она же не является судьей, а она возомнилась, что она есть судья, и пытается мне, три статьи уголовных, все, и все документы приложены, они там, эти, менты-то раз-раз, а потом-то, все, следом письмо идет, это два заседания, буквально, следом идет письмо, ой, я тут документы посмотрела, кажется, это же дело, так и мне не относится, не моя подсудность, все, два заседания, но, это крайняя мера, когда вот пытается, ну слушай, та же судья, которая, как вот, Настя говорит, шелковой стала, мне пришлось три раза вызвать, 15 раз написать на мне жалобу, то есть она отказала в запросе оригинал, жалобов, как в советском, везде, все, меня лишает права на защиту, даже вашей Российской Федерации, каждому гарантирована судебная защита, каждый имеет право на ознакомление с материалом дела, а меня же вы все, поразили меня в правах, меня же не дали никакого права, даже на вашей территории, все, пожалуйста, туда, сюда, сюда, за одним числом, и все, и жалоба, заседание жалоба, заседание жалоба, повестка приходит, значит, вызывается по повестке, на 20-й год, ошибка, еще что-то, сразу жалоба, у меня ходят заблуждения, хотят вынести решение против меня, каждый раз жалоба, во все инстанции, начиная от президента, заканчивая ходить, все, и когда мы приходим, я говорю, того-того-другого нет, перенести, сразу на марк, сразу на марк подальше, тогда, с 20-го года, 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 понимаете, вот, ну как, вы поймите, ну да, я гражданка СССР, да, я стою на этой позиции, вчера вот звонил мне, гражданин, он говорит, ну вот, я пакет купил, там написал, что-то, и типа, не работает это ничего, я говорю, наоборот, работает, когда тебя сразу в агрессию воспринимают, твои знания проявляют, ты сразу на первом скачке раскололся, неправильно, я, давай тебе, я тебе расскажу позицию, как вот эти менты, все, приздороваться, все уходят, тоже, я сколько раз звонила Марине, все, Марине, дрожь, надоела, не могу, все звонят, этот обыск, то все, то есть, Владимир обращал, ну все, я туда позвонила, успокоилась, давайте подмогу, а потом все, все сдороваться, все на то, не мои документы, оказывается, и тогда судья говорит, да, я не сделала, не сделала, ну ладно, давай до 10 марта, все, все проблемы от ваших бездействий, от невежества, вот этого и все, от страхов этих, а страх это всего лишь вакуум, вакуум, незнание, то есть у вас вакуум, пустота, вы не наполнены, и у вас страх по этому, когда вы наполняетесь через верх, через вас лица начинает, вы становитесь учителями, страх пропадает в жизни, вообще во всем, особенно если ты чувствуешь правду, поддержку, поддержку, главное, что поддержка, понимаете, и тот же мент потом читает, вот у меня вот эта распись, вот там, они зависают, на месяц, менты зависают, вы понимаете, им же надо что-то ответить, это же надо придумать, иногда вот я выхожу, решение они пошли выносить, по штрафу тут было, у меня, значит, за приспользованием Дуба Российской Федерации, Нагмутна Григорьевича, то есть я начинаю, постановление, топ-5, 10, рассказываю, что СССР существует, вот пожалуйста, письма, вот флешмоб прошел, вот пожалуйста, письма, вот Марина сейчас доверенностью, обалденной доверенностью, я гражданин СССР, доверенностью, то есть я пришла с этой доверенностью, все, 80% всего, что я буду рассказывать, уже написано в этом документе, в трех строчках, все, все сделано уже, и я начинаю вот эти документы, свежие, от 16-го года, и все это я ей начинаю рассказывать, она на меня смотрит, я говорю, вот вы сейчас пойдете решение выносить, вы должны помнить о том, что вы должны всем моим доводам дать оценку, и сослаться на законы, и доказать, что вот этот довод вы можете взять в решение, а вот этот довод, он несостоятельный, и почему несостоятельный, и вынести определение, и вот она ушла, два часа я просидела в коридоре, она, наверное, обзвонила всем, и Марине звонила, и рассказывала, ты представляешь, она два часа думала, как в этой ситуации выбраться, просто, и мы сами их ставим вот в такое положение, и вот эти милиции, что написать может, есть экспертиза, даже по законам Российской Федерации, вас нету суда, нет в априори, ни судей, и все, они мне потом пишут в две строчки, в ваших материалах нет состава преступления, ни что такое, или там личные судьи установлены, то есть они написали, каким образом они ее устанавливают. А надо затевать. Да, поэтому, надо, и вот, вы понимаете, чем вот это вот противобросство шло, вот это вот желание, так сказать, заказать или еще что там, решить как-то эти вопросы, вот, каждое заседание, оно мне силу давало, сначала он вроде забирает эту силу, а потом, я скажу, мне, о, так как это, вот оно работает, все это есть, когда вот эти люди звонят, вот это не работает, я говорю, ты неправильно понял, неправильно ты понял, давай я тебе скажу, как. А что ты сделал, чтобы оно работало? Да. Даже ничего не читал. Вот я по закону РФ, он написал, он у меня сработал, какой-то вопрос времени, когда тебя будет, на сегодняшний день, заходя в заседание, и говоря суде, что по закону РФ, вы обязаны, банк обязан доказать свою требу, а вы не доказываете, и не собираетесь доказывать, то есть у меня все равно выносит, это вы поймите, и законный РФ не работает, это вам кажется, что она по закону РФ послушай, но она пошла, и законный РФ, который написал банк, она к нему прислушалась, а тот законный РФ, который вы, что там, свой довод, оправдание, она почему-то у нее мимо ухо пролетело, все, поэтому это уловка, что они слушают вот этих граждан РФ, не слушают, не слушают, но вы тут определяете свою правовую позицию, я гражданин, а это и нет этих, нет РФ, я вот, я всегда говорю, вы знаете, я не смогла найти, вот вы ссылаетесь на, значит, закон о гербе и так далее, я, во-первых, РФ не смогла найти, вот все документы у меня есть, вы понимаете, но нет РФ, ну никак нет, вот как она образовалась, где у нее территория, кто у меня лишил гражданства насилия, никто не может лишить гражданства насилия, меня не лишал никто, вот у меня свидетельство, вот с рапостом полнуют, я никогда не выходила, не входила, ничего со мной не происходило, и все, и вот они вот, раз, два, три, пришли, проверили, отсюда, отправили их этих засланцев, все, все замечательно, все, отстать, отстать, все, Марина, она тоже говорит, надо перепеть, надо подождать вот этот период, когда тебя проверят, и успокоятся, и потом будут отворачиваться, на город, слава богу, не зашел, другой кабинет, проскочил, мне кажется, в большом городе, столько народу, ничего есть проще, давить и давить, показывать свои права, показывать свои права, вы должны быть уверены, вопрос один, вопрос второй, вопрос третий, не отвечает заново, решили, открываешь заново, и в судах, вот я еще хотела сказать, тоже очень, я сначала пыталась соскакивать с места, подождите, подождите, тут еще у меня вот этот вопрос, сейчас, или сейчас, в принципе, как-то мало, и в судах-то бываю, пришел документы дал, полномочия есть, это есть, нету, ну, что тогда, шмоки, что там разговаривать, вот это, даже если вы зашли, да, ту сторону выслушали, она даже, хоть на какую она там стадию ушла, уже чуть ли не преней, да, подождите, вы все сказали, и начинайте заново свое, вот я еще не выяснил, вы так кто, собственно говоря, будете, не узнаю вас в гриме, как вы видите, не перебивайте, ничего, я вот тут вас слушал, да, все хорошо, только давайте вот сначала разберемся, не торопитесь, они, пытаются вас утащить, вот как бы вот в эти в частности, да, следите за, так скажем, скелетом, а вот это все то, что они наворачиваются, да, фарш, да, умеете это различать, только вы структуру выстроили, вас уже не собьешь, еще раз, давайте повторим, вы кто, так, вы на основании чего, требования основаны на чем, на чем, это вам принадлежит, то, что вы вот это требуете, это первый вопрос основополагающий, а там уже дальше, какое они это бумажками, все, прикрывают, это убрать, это не имеет отношения, если вы это видите, с вами уже тяжело разговаривать, сколько сейчас секретических справок нужно взять, вот просто взять, пойти там в эти органы элементарные, налоговые инспекции, от вашего имени, абсолютно, даже возник вопрос, там какие-то судебные, образные, адрес, ну да, вот выписка, пойди возьми справочку, а есть ли по этому адресу, вот эти ребята, вообще кто там есть, и сразу картина начинает обрисовываться, элементарные даже, правила того, что, что они должны иметь, для того, чтобы обратиться к вам, прийти к вам домой, полдесятого вечера, ну вот так вот, да, элементарное наличие, там, высшего юридического образования, то-то, все-то, там, документы, доверенности, давайте, ребята, я не прячусь, я живу на месте, несите. и вот еще, кстати, в том числе, вот, особенно по кредитам, что касается, да, идешь сразу за налоговую, запрос, посчитаем, а нету счетов, мне нравилось, обязанность банк не выполнил, он, возможно, хотел мне что-то дать, но почему-то не дал, да мы даже договаривались, что он мне даст, но что-то не даст, не выполнен условия, вот у меня вот справочка есть, во-первых, вот это отделение, филиал, который говорит, что по этому адресу налогов, нет никакого филиала отделения, и счетов не открыты, родите, ничего нету, когда они у вас бумажечки вот так вот лежат, ну и вот не ловиться, на это, когда в суд приходишь, первое, на что ловит суд, кредит, прав, ну вот, знаете, вот брал, но вот здесь что-то не согласен, нет, никогда не брал, создал каким-то образом, украли, купили базу, налепили, картинка какая-то там, в деле какая-то картинка, это же светокопия, что это, ничего, это же картинка, я говорю, нету, нету, не заключал никто, ну что же, она наша задача затреповала, ну пусть требует, ничего не подписывается, какие документы, нет счетов у меня, а если счета есть, вот 418, 17, обращайте внимание, не относят к судным счетам, вообще никаким образом, кредитам, вот обычный дебетовый счет, депозитный тоже, депозитный счет я открывал, все думал, там туда вложить, сюда вложить, может быть, в этом банке, это мое право, я могу во всех банках открыть, я хочу кредитные карточки, ну то есть карточки иметь, в всех банках, мне нравится, когда у меня веер, все, 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 нету, ты веер, она пошла, да, нету, нету ничего, не брал никогда, все, как только вы отказали, это уже у них топор, потому что они действуют, полно работая на схеме, брал, брал, все, привет, под протокол подписал, больше ничего не брал, да, все, ничего не брал, никогда не брал, то вы что? Ну вот у меня, например, кредитная карта была, и мне обманулили реструктуризацию, то я не смог платить, да, там договор реструктуризации, и вот так она написана, реструктуризация, мошенничество в чистом виде, что реструктуризация, это когда вам полно у вас схемы долг, обычно они составляют новый кредитный документ, они реструктуризацию под рефинансированием, подводят, и переподписывают с вами договор, а потом вы приходите домой и понимаете схему развода, то есть вы брали 100, платили, 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 у вас оставалось 50, и потом вам реструктуризацию опять на 100 почему-то сделали, или сделали на 50, но вы заплатили 30 страховки, 20 комиссий, и опять на 5 лет вам 100 тысяч этих, то есть это схема развода, то есть я всегда люблю говорю, что вот когда человек звонит, говорит, вы знаете, у него нет денег, ну у него по 1000, зачем закидывать, это деньги в никуда, оставьте на семью, потратьте на хлеб, на что-то, начинайте понимать, разбираться, я считаю, что это самый выигранный бизнес, когда человек перестает платить, и он начинает вот этими частями платить, и все, пение, штрафы, бывает у банка даже ни в договоре не прописано, то, что он имеет, особенно по картам, там не прописано, что я должна в случае непогашения, или членственного погашения, пение штрафа, этого не указано, но банк с меня берет несуществующие, какие-то там штрафы, санкции, применяет ко мне санкции, которые не прописаны, где, а что касаемо карты, это вообще, это не договор, это ничего, нет понятия кредитной карты, есть дебетовая карта, я всегда судье пишу, а вы зарплату получаете, а почему ваш счет, и счет вот этой кредитной карты совпадают, они же начинаются одинаково, вы верите банку, что это кредитный счет, а каким образом тогда ваша зарплата, вам тоже банк получается, кредитует вас по заработной плате, разбирайтесь в этой ситуации, и первичных документов нет, нет, никогда я не брала ничего, каждый факт хозяйственной жизни должен быть подтвержден, даже по закону Российской Федерации, любая коммерческая структура начинается с того, что каждый шаг, особенно, что-то сами в бухгалтерии, она что-то должна зафиксировать, вы пошли в банк, принесли денег, вам дали, я как предприниматель, пошла в банк, например, собрала выручку, пошла, сдала, мне дали документ, я сдала, я перечислила, мне дали второй документ, платежное поручение, что я перечислила, другой компанию. И распоряжение пишет, что я перечисляю туда-туда. А есть у тебя, с твоей дебетовой карты, еще кто-то что-то списал, так это же уголовно преступление, кража, 854 статья, она говорит, что не может быть списания без распоряжения, причем распоряжение не те туфтовые, которые вы видите, там, с открессовком банки, вот такая, две строчки, я там перечисляю, или там, прошу списать без распоряжения, это все туфта, у вас все должно быть прописано, когда, какого числа, они не согласны. за обеих сторон в распоряжении. Тогда, может быть, есть смысл запросить банка выписки по каждому своему договору. Что такое выписка опять? По счету или... Смотрите, что такое выписка? Что пролезет? Любая выписка должна быть составлена. На основе первичного документа мы опять возвращаемся к тому, что каждый факт должен быть подтвержден. Если факт не подтвержден, я тебе без любого труда, я же банк, приходи ко мне, я составлю выписку. Ты не рад не будешь. Понимаете, первичный документ, выписка составляется на основе первичных документов, и они должны быть подложены под выписку. Любая другая бумажка, это партиянка, она не имеет юридической силы. И законодательство Российской Федерации нам говорит о том, что она не может быть в расчете. Любые судебные решения, даже Российская Федерация, очень четко говорит о том, что выписка составляется банком. Она может быть составлена банком, и туда без особого туда могут быть внесены любые изменения, потому что она исходит от самого банка. Понимаете? Поэтому вам не нужна выписка, вам нужны первичные документы, где вы расписались, что ты в кассе получил, вы в кассе получили. Если это карта, то вам банк должен со своего счета перечислить на ваш счет, который он открыл. Во-первых, договор банковского счета должен быть. Мы сегодня с Мариной туда, Марина очень хорошую идею подкинула. Встречное исковое заявление, когда, а у меня есть договор банковского счета, у меня, значит, есть вклада, посчитать проценты, предъявить банку. Встреча. Ну, кажется, кредитным договором у нас нет договора банковского счета. И что такое договор? Это договор, кисей. И смотрите, что такое договор? Как правило, во-первых, есть 161 ФС, который говорит о том, что не может кредитная организация пополнять электронными банковскими, электронными деньгами. Не может по договору, по договору займа пополнять. Все. Это запрещено законами Российской Федерации. Когда вам на какую-то там карту электронные денежные средства поступают по кредитному договору, это все. Это с законами вот этой РФИ запрещено. Это уже первое, да? И когда вот, например, Тинькофф банк, карту смотрите, и на ней нет ни имени, ни отчества, она бесличная. Так вот, карта, которая, например, вы идете там в луче, рассчитываетесь, вы их вместе поставьте. Это называется... Дисконтная карта. Да, они одинаковые. Не может она быть кредитной карты в априори. Они обе одинаковые карты. Они не кредитные. И когда у меня Тинькофф, у меня 4 месяца сейчас с Тинькоффом идет бодание. И вот у меня одно и то же каждое заседание. Я говорю, первичные документы закажите. Мы о чем разговариваем? Истец должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается. А какие доказательства? Документов нет, уставов нет, ничего нет. Ну ладно, прикладывали, они мне уставы. В каждый факт подтвердите. Вы же каждый шаг свой подтверждаете, когда что-то идете, какое-то предприятие открываете, и все. Мы на это вовимся. По кредитным картам и договора нет. Что такое договор? Это двухстороннее подписанное соглашение, где достигнуты все условия, на которых мы заключаем этот договор. А как правило, вы подписываете заявление. Это ваше желание заключить кредитный договор. То есть вы выразили аферту, а банк должен акцептировать. То есть акцептом в данном случае будет являться как раз заключение договора. Понятие, подмена понятия о том, что акцептом банк согласился. Во-первых, где это согласие, во-вторых, когда у Кинькова на имя Иванова Петрова выпущена карта. Пожалуйста, предоставьте карту на имя Иванова Петрова. Я не видела это. Они мне там раз... А вот вы знаете, фотография есть. Так вот, сейчас везде камеры висят. Кто-то меня сфотографировал, но лицо мое, видать, является фотогеничным, или еще что-то. То есть... Ну, я не плачу с прошлого февраля. Замечательно. Ничего. И... Мне... Мне звонили сначала многое, смски присылали. Потом... У меня, конечно, телефон перегистрирован просто в другом регионе на юридическое лицо, поэтому я на них поругался. Почему я... Я не знаю, что люди не платят. И... Извиняюсь. И мне вставляли в забор бумажки. Ну, вы там должны столько-то от банка. Но в этих бумагах нет ни подписи, ни печати. То есть есть. Да, наклеили ленту такую ВТБ-24, скотч. Фотографируйте. Я не сфотографировал. Я вот... Я действительно... Вот... Косяк допустил. Я не сфотографировал, но я написал тут же письмо ВТБ-24, отправил в Москву о том, что они на моей частной собственности разместили свою рекламную продукцию. И это стоит 100 тысяч рублей в день. И если вы не согласовали с собой, то это 200 тысяч рублей. И я сюда отправил. Мне ничего в ответ не пришло. Не ждите ответа. Ваши... Вам... Согласились размечать. Сотрудника уже нет этого. И вот смотрите, какая ситуация еще. Что касаемо... Он говорит, вот я не плачу. Почему я поддерживаю эту ситуацию? Общаясь с людьми, понимаете, какая ситуация. Есть люди, которые звонят в 9 лет плат. И все столько же должны, еще больше. Но лохая жизнь плохая, понимаете. То есть, ну, вы будете платить, значит у вас есть деньги. Платите. Ну, основной долг надо. Ограничений же нет пока. Не по сроку, ничего. получил для себя как бы хотел даже просто по-человечески. Тебя же банк выручил. Вот смотрите, сколько раз здесь говорится, что кредитный договор это вексик. ты в одной вот приходишь банковская касса, да, одно окно на вложение идет, то есть ты вносишь, а другое на выдачу денежных средств. Ты приносишь свой кредитный договор, вот допустим, Владимир, вот Владимир у нас будет сидеть, принимать, а Наталья выдавать. Я прихожу, возьмите, что кредитный договор 100 долларов. Они раз отразили, так, сумма допустим 100 рублей, это как бы, блин, а на чём рыть ко мне? Надо же обратно взять, дайте денег, они говорят, ну уже 120, то есть 100 рублей вот как бы ваши, да, а 20% это наши будут. Хорошо. Ну хорошо, деньги получили. Свои же. Да, свои же, понимаете, в одном случае они ставят в одну строку, а в другом выдают. Здесь даже вопрос, ну хорошо, давайте по процентам как бы вот эти, получается, вы оказали услугу, да? Стоимость вашей услуги вот этот процент. Плюс сам вексель не дает. Только давайте вам, продавцам воздуха, если вы поймите, что вы ничего не должны вам. Сам вексель. Вот я просто схематично это показываю. То есть сначала вот этот вексель, они о прихода валей, это денежная оценка, это не деньги. Залоговая бумага. Не, ну нам-то хочешь, не хочешь, мы все равно этими билетами Банка России пользуемся. Сейчас, нет, вы немножко не допонимаете. Технику, я не знаю. Хорошо, когда вот на этом это денежная оценка. Пока идет еще переписка и звонки с банком, можно как-то от них, какой пакет им дать, чтобы от них отбиться? Вот, кстати, у вас по ВТБ-24, да? У вас ВТБ-24? В ВТБ-24, открою такую, как бы, тайну, очень часто идет обналичивание казначеек. Как это можно увидеть? Значит, хорошо, я вот пришла в банк, заключила с ними договор, да? Банк мне говорит, что выдаст деньги. Замечательно. Каким образом? Указывается счет. 408, там, допустим, 17, дальше идет, если рублевый счет, 810, у ВТБ-шников это идет 906, 905, 903, 904, там, какая угодно, это как раз валюта счета. Вопрос, в какой валюте вам выдаст кредит? Проверьте и спросите, можно, как бы, конвертацию узнать? Вот этой валюты, которую выдастся, да? Если банк не выдаст вам, ему не напечатают, понимаете, деньги, он, он, понимаете, если он не будет вот эти печататели, векселя свои, ему центральный банк-то тоже денежки не напечатают, а нужно печатать под что-то, просто так же они не могут запустить вот эту машинку печатную, нужно какое-то обоснование, вот обоснованием являетесь, как раз вот является ваша лексинная бумага. как это называется понятие? Счетичное резервирование? Нет, нет, нет. Банк-то, мультипликатор? Нет, нет, нет. Я сейчас не понимаю. Понятие, понятие, когда четко в самом понятии вот в этом заборке это понятие написано о том, что банк печатает именно в деньги. Эмиссия? Вот, денежная эмиссия открыт, понятие. Банк под вашей договора если будет шестоличного, уже печатает сто процентов. Увеличение денежной суммы там четко написано понятие денежной эмиссии, столько денежной эмиссии. Довите, не скрывать, центральный банк четко сейчас открытая, пишет о том, что договор, обвеси, основной долг это вексиная сумма. Открываем положение, обвеси, все, и все стоит. Вы кредитовали банк. Вы его кредитовали с банком еще по поводу с того и... Ну, пока все-таки... Попозже. Да нет, просто когда люди... Когда ты говоришь, пойдешь и будешь говорить о том, что я заключил договор, ах, ты заключил договор, понимаешь? А как вот объяснить в этот момент, вы говорите, например, что выбрать позицию, что я кредитный договор не заключал с банком, да? А как обосновать то, что, например... кредитный договор заключал, он не выполнен банком. Нет, даже просто да, пусть он там, это... Ты же денежки-то приносишь каждый месяц. Ты ложишь на свой вклад. У тебя сберегательный счет. Нет, я на счет ложу от того, что деньги туда-сюда бегали. Ну, да, ну, что здесь видишь? Ну, да, деньги куда-то ходили. Выписку банка предоставляет по счету 408, вот я говорю, 17. Это обычный депозитный, дебетовый счет. Вы зарплату получаете в дебетовый счет. В конечном счете вы думаете в 100 банков. 408, 17 это номера у физлиц. Всегда. Ну, обычный, только он же физлиц. Банк открывает. У дебетовый, да? У дебетовый, получается? Да. Это просто номера у физлиц. Любой вы банк возьмете, или сбереж, откроете, и у вас там будет 4... Они указывают 408 вклад. 408 вклад. 408 вклад. Если 27, то это юрлиц. Это тоже можно, просто на основании этого бородовать. У юрлица 407 вклад. Основание. Это мы опять в мелочи собираемся. Понимаете, мы идем уже от крупного к мелочи, да? То есть государства нет, банка нет, суда нет. Просто по факту вы показываете схему, откуда берутся пустые пузыри. Оно даже не то, а как они делают источник обогащения. Схему. И как легализуют, пытаясь вывести на другие счета. Если вы это увидели, так, говорится, отойди в сторонку. Раздыху не пока. Да, внутренне. Зачем далеко лезть? Если получается, что есть первичные документы, они не могут предоставить полностью банк. Это просто ничтожность договора просто и все правильно. Не бойтесь, справки берите, берите, заказывайте справки. Хотя можно и незаключенность договора, да, поскольку тут фигурируют две кредитных организации и вообще понять не могу, с кем я договор все-таки заключила. Кредитовать-то меня кто оформил, есть ли такая организация по этому адресу. Они выдают тщательно, а потом уже вопрос другой. Есть справка о утверждать, и я вам не говорю. Закажите. А чаще всего ребята раскручивают на той ситуации, так, договор за ключа, да, за ключа, что они младшие. Вы идете и берете в налоговую, понимаете, есть ли такая организация по такому месту, зарегистрирована ли, вам выдают, что ли? кто находится в адресу, или такая организация находится в адресу, потому что у них выписка не жил, да, да, я говорю, в справах массово куча иконима вообще, которые можно брать, 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 носительность, носительность, которые только вашу правду будут подтверждать по работе. Проверили, отказать их могут без объяснения. Да, да, без объяснения. И читайте, что вы из заявлений очень часто, там у Тинькова, например, мелко, написано, вот у меня вот по Тинькову, да, дело, когда вчитываешься вот в этот, не читаемый почек, а там написано, что банк, значит, может без объяснения причин отказать вам выдачу денежных средств, банк обязуется заключить кредитную работу, обязуется, а далее банк обязуется открыть, значит, открыть счет, заключить договор банковского счета. И тут же рисковое заявление идет от Тинькова. Значит, Тиньков не открывает счета, то есть, как так, в самом заявлении он говорит о том, что он обязуется выполнить это условие. Тут же он пишет, что он такие условия не выполнял. И в каждом вы увидите, в каждом договоре, как правило, вообще это не договора. Индивидуальные условия, заявления, заявления, анкета, оферта, да, это если сорткум банк. Но это ничего, не какой-то там документ. То есть, это какие-то условия, на которых вы хотели бы заключить, на которых вы хотели бы, чтобы вам дали. В том числе, вот анкеты, да, здесь начинаете, в общем-то, обвинять банк на то, что они попросили меня оформить анкету, да, а для чего? А для того, чтобы юристы понимали, что у меня нет такого-то образования, я не обладаю специальными познаниями, я сразу не разберусь в мошеннических схемах. Дело же не в том, что я вот получил кредит и не хочу так, получил деньги и не хочу платить. Дело-то как раз не в этом. А дело в том, что распрутить вот эту мошенническую схему, что сначала они оприходовали мой вексель, а потом захотели все деньги получить. В том числе и те, которые являются оценкой этого векселя. и когда вот вы так потихонечку спокойно начнете раскладывать, у вас начнет раскрываться вся эта картина. я не приобретал никакой из пакетов и у меня вопрос, я вот как-то самообразоваться еще откуда-то могу для того, чтобы у меня какая-то структура в голове выстроилась, чтобы когда ну нет, вдруг задают вопрос оппонент в суде, допустим, или еще где-то или в милиции, чтобы я ну не стал бояться, а у меня уже была база, то есть вот эту базу, ее где набрасывается? Ты знаете, все в открытом зоне. Решения всякие, сейчас читаешь, там, напечатан. То есть правовая база, я имею в виду. Вот вы пришли сегодня в беседу, вот вы уже пришли приобретать знания, вот они, пожалуйста. Все остальное вы только пришли, потом проверили, а права была там Марина там, Владимир, еще кто-то, а права не были, вы раз набрали, ага, то есть это так и есть. Все, информацию вы получили, ее только на бумагу сами перелошили, все. Основная информация сегодня уже, больше того, что рассказали, уже вы не найдете. То есть вы уже все получили. больше, конечно, найдет, там уже детали будут оттачивать сам, вот, по внутренним законодательствам, потому что банки, они, в общем-то, бывают однотипные, допустим, положения того же ЦБ, которые являются для банков обязательными, но кредитная организация сама выбирает те положения, которыми она будет отражать бухгалтерскую свою деятельность, так скажем, да, все эти документы, какими, скажем, мы с Владимиром, две кредитные организации, да, он одним положением пользуется, а я другим, но менять мы их уже не можем, если я вот, допустим, там, ну, двенадцатым пользуюсь, он тринадцатым, да, то есть мы так все время должны вот этими положениями. внутренняя вот эта вся бухгалтерская политика прописана в таком документе, как учетная политика, так же, как на любом предприятии. Устав, второй документ, где что вы можете, вот это все, это учетная. Вот, ну, естественно, когда вот буквально сколько, сами тут разговоры, полчаса назад по свидетельствам, да, у любого банка запросить, вот, налоговая должна выдать им было три свидетельства. Я не буду спрашивать у вас, они по-твоему вот свидетельства о внесении записи в игру, но надо разрешать, что это не свидетельство, а по-твоему государственной регистрации. Запросите свидетельство о госрегистрации, все, его он просто не предоставит. Все вот эти вот другие свидетельства умейте отметать, вот это одно мне покажите, а вы его обязаны показать в силу законной защиты прав потребителей. Покажите именно это свидетельство о госрегистрации. И, поскольку ГРН, основной государственный регистрационный номер является, определяет собой структуру записи, то есть у вас единица, допустим, у банков чаще всего идет 0, второй будет вынесение записи, там, допустим, 77, если идет, это что, у нас 1, 0, 2, 77, 6-я, 7-я цифра, если 2, 0, смело, регистрации нет. идет налоговый орган, обращающийся регистрацию. Все, ну, вообще, можете даже с первой. Вторая, третья цифра, это год внесения записи. То есть вы уже, зная структуру, вот это уже понятно. ННКПП, свидетельство о постановке на налоговый учет, ННКПП, допустим, два кода причинных постановок, так это уже филиал. Понятно. Когда вы разберетесь с этими свидетельствами, с этими структурами, вы уже будете видеть. Где филиал, где как соцсоциации банка. Свидетельство от одного банка, это от другого где-то выхватили, это там от третьего, то есть они между собой вообще не стекуются. Просто внимательно надо смотреть, не торопясь. Ну да, волнуешься, боишься, что тебя где-то возьмут за завод. И работайте над своим страхом, потому что страх – это магнит привлечения вот этих проблем. Как магнит просто привлечения? Это серьёзно. У меня был мировой суд вообще не по кредиту. И просто когда я сказал, что я гражданин СССР, и ответчик тоже, гражданин СССР, я был по доверенности, не хотел, чтобы жена ходила, пошёл сам, в сам доверенность написал всё. И тут же позвала она пристава, и он встал, и я как бы забеспокоился. За пристава? Да. И я, честно говоря, за себя забеспокоился, потому что у него, как бы, я уже не уделал. Потому что вы ещё не уверены, вот и всё, вы ещё сомневаетесь. Я обычно беспокоюсь за пристав. Да, но у меня, допустим, для меня нет чего такого сказать приставу. А что ему говорить-то? А он что говорит? Он просто же, ну, просто присутствует. Вы понимаете... Так и сказали бы, отойди, я боюсь тебя. Вдруг вот... Если бы они не, значит, не чувствовали вот эту силу граждан СССР, разве была бы такая реакция? Вы понимаете, они по всей стране... А на сегодняшний день нет суда, которые не знают... Нет, есть такие. Есть. Я с Четинской областью разговаривала. Говорит, дали справку, что суда нет. Она, говорит, соскочила и убежала. Я говорю, ты что? Ещё такие есть? Полчаса, говорит, носила, потом прибежала. Говорит, это не имеет значения. Дальше. Они говорят, не обоснованно, не обоснованно. Ну, они могут говорить, что... Нет, а что бы вы делали вот такое? Ой-ой, извините, точно, мы же вообще тут... Я ошиблась у меня, извините. Нужно ещё один очень момент яркий понимать, что они такие же... То есть, с работы их нагнать за любую провинность. То есть, они просто понты колотят, что я там царь, там, в кого не сижу. Несколько жалоб подвинули следующие. Несколько жалоб подвинули следующие. Всё. А у него вот той же судьи, у того же пристава. У него кредиты, ипотека. Он взял на свою зарплату, рассчитывая на неё. Сейчас его подвинут, он пойдёт юристом там на улице пахать. Сегодня есть деньги, завтра нету. Всё, его начнёт сам банк душить. Людей вот обращаются. Из судов поувольняли, сократились полиции. Военных, там контракт закончился. Обращаются, помогите. Всё, душат банки. Теперь я понимаю, когда я с вашей стороны. А с той стороны, ну, мне приказывали. Такие же все одинаковые люди. Не надо их бояться, начальников их боятся. Вот я боюсь там пойти написать заявление, чтобы мне выдавали наличными денег. Так ты сделай сначала, меня уволят с работы. Так а если тебе не выдадут по твоему заявлению зарплату наличными, за жалобу в трудовую инспекцию и твой директор больше не директор. Какие проблемы-то? Потому что на его место уже другой давным-давно ждёт, когда он туда сглаживает. А тут с трудовой инспекцией сидит, у него сыночек уже университет заканчивает. И он ждёт, когда на этого директора жалоба-то хоть от кого-нибудь поступит, чтобы раскрутить. И у них вот эта вся хризня, вот эта волчья стая у них, она вся так устроена. Вы только берёте раз, поджигаете огонь и всё, и оно пошло гореть. И потом через год она такая шёлковая. Такая нежная. Зайка. Еще влияет, когда много народу приходит на слушание. Ну нет, это немного. А и желательно всё равно, пока вы не уверены в себе, защищайте друг друга. Ну а что такого? Там вот уже начинаешь понимать, что вот ты пришёл, реально перед работой забежал по-мыслику. Десять минут делов с хорошим настроением пошёл на работу. Всё хорошо. Ну а что, не так что ли? Нет, поддержка, у кого опыт есть, конечно, вот эта взаимодействие. Я и говорю, поддержка. Обязательно. Хотя бы для того, чтобы начать защищаться, делиться опытом. Ну вот элементарно. Это очень важно. Мы должны понимать, что есть люди, которые с вами пойдут, с нами пойдут. Конечно. Я ещё раз говорю, объединяйтесь. Мы будем к вам. Вывозите к нам. Стряпки немножко хотя бы. Понимаете. Мы не можем вот сильно набрать команду. Потому что у нас боятся город маленький. Основные четыре вопроса. Всё замечательно. Вот у вас тут платье, халат красивый, чёрный. Всё замечательно. А кто вы? Понимаете? Вот четыре вопроса. Кто вы? Что вы? Тот же пристав. А кто? Ну пришёл ты в форме тут красивый. Так у вас может спектакль тут идёт? Какой он спектакль-то идёт? Ну пристав. Она выскочила у меня. Пристав вот давай. Ну вот давай выходи. Я говорю, а вы кто? Вот у меня есть приставы по законам РФ в Непровополе. Нет. Тогда-то до сих пор не вышло, когда закон о приставах выйдет. Когда у вас тут инаугурация была. Да. Когда у вас инаугурация была. Ну что ж тут форма одел, что у тебя тут улочки какие-то. Глядай. Так они даже, знаете, они сами ощущают вот чёткую. Как человек настроен психологически. Всё, они же тоже самое чувствуют. И понимают вот насколько ты готов атаковать. Или защищаться даже так скажем. Просто защищаться. Это чувство яры. Вот оно на ментальном плане чувствуется. Да. Если есть в тебе чувство яры, что ты готов за себя постоять. На тебя даже быгать в два раза больше тебя не нападёт. Он на ментальном уровне считывает его душу. Опять случай. Ну и вот значит получается вот перед Новым годом там приходили, мы написали жалобу, подали в суд на судебного пристава за превышение должностных полномочий. Не важно. Тишина вообще. Я вообще не понимаю. Когда нас суд позовут. Вот по идее. И тут мы с Натальей приходим на суд очередной. Сидим значит в коридоре. А мы с Делой познакомиться. Я раз так голову поворачиваю. Сидит этот парень. Один из парней. Он меня заметил и сидит. Я подхожу. Я подхожу. Здравствуйте. Зачем, говорю, вы ко мне домой ходите полдесятого вечера. Вот с какой целью вообще. Вы понимаете? И он начинает. Он смотрит. И говорит. А вы уклоняетесь от чего? Забыла. От выполнения. От выполнения. От исполнения. Вот. Я говорю. Я уклоняюсь. Мы живем вот в таком городишке. Где все знаем кто во сколько куда идет домой. Ну вот образно. Где я живу. Где я работаю. То есть телефон у меня всегда доступен. В чем проблема. Я говорю. С какой целью ко мне домой ходите. Объясните мне. У вас есть рабочее время. У меня есть телефон. У меня есть телефон. С какой целью вы ходите ко мне домой полдесятого вечера. Вот который раз. Знаешь, что у меня в это время дома нету. Я не понимаю. Вот он сидит. Все. Вот так. Понимаете? Вы автор тех писем. Он говорит. А зачем вы меня запугиваете? Я говорю. Нет. Мы вас еще не запугивали. А вы зачем меня запугиваете? А вы зачем написали мне? Я говорю. Как? Зачем? Потому что я так считаю. Надо на вас пожаловаться. Я говорю. Жалуйтесь. Мы готовы. Жалуйтесь. Все. И это ощущается. Оно ощущается. Я говорю. Если ты вот точно уверен. А хотя вот. Я вот понимаю. Надо приехать сейчас домой. В рабочее время. Пойти заказать справочки. Налоговую инспекцию уже. На вот эти вот органы судебных приставов. Потому что там еще мы не ходили. А пора. Ну вот. То есть. Хотя бы. Ну заказать справки. Сколько она там неделю делается. Кто находится по этому адресу. Там служба. То-то, то-то. То есть. Если вопросы уже возникнуть сейчас. Дело к суду подойдет. То-другое. По разбираться. Кто. А вы кто. Вы гримеры. Вот этого вот. Суда. Да. Но кто они. Кто. Пишки идеи. Пожить. Наши цари. Пожить. Дело в том, что у судебных приставов. Даже. Если бы они были. Так скажем. Законно. Законно созданностью. У них нет. Законного механизма исполнения решений судов. Да. Вадимир с Натальей. Да. Хорошо. С Владимира в пользу Натальи взыскать. Я буду приставов. Я вам схематично показываю. Ну да. Вы будете на свой счет. Она приносит мне заявление исполнительное. И там написано. На мой счет. Четыре сто восемь семнадцать. Нет. Она вот. У меня просит. Такие-то вот реквизиты. Хорошо. Я взыскиваю с Владимира. Думаю. Да ну. Покручу-ка я эту сумму на своем на депозитном счете. А сколько пропадет потом на депозитном счете. Нет. Не основательное обогащение. Идет. Это реквизит очень. Так что у них договоренности нет. Хотя реквизиты очень четко по моему в исполнительном листе написано. Да. На такой счет должно лежать. И вот Марину правильно будет еще вот тоже. Она же обратила внимание наши тоже банки. Подавал один банк взыскивать другой банк на совершенно другие реквизиты. То есть другой реквизит. Деньги давал вообще третий. То есть судилась я с одним лицом. А с меня требует еще какое-то дополнительное лицо теперь уже. То есть даже если к приставам пойдете, запросите хорошо. Вы же опять же та первичка с чего началось исполнительное производство. Вам же отыскатель пришел. Заявление есть отыскатель. И давайте глянем. Тут же вот допустим как вы говорите ВТБ. Я действую от ВТБ взыскать в пользу меня уже на мои счета. Ты же по штрафам говорит уже помни. ГИБТД. Тут же подсовывай тебе ООО какая-нибудь ООО МВД создали. То есть ты же не считаешь. Ты деньги перечислила. А вот она сразу в частный фирм ушла. Да так же у КПХ тоже не читает. Сейчас возьмите просто в почтовом ящике в свою квитанцию, в свои реквизиты туда внесите, отсканируйте, внесите и разошлите все в почту в ящике и вам будут скидывать деньги. С вашими реквизитами. Все никто не будет смотреть. Приходят на почту. Самое главное вовремя оплатить. Пинзионеры. Не только получили пенсию они уже все стоят. В квитанции все. Самое главное я никому не должен. Нет, но сейчас с одной стороны мы можем конечно мы не оплачивать тоже капремонт, но с другой стороны а если ты собираешься квартиру продать, тебе нужно справку о том, что ты не должен за капремонт. Ну я думаю, что и здесь вопрос решаем. Опять, если ты захотел продать, тебе говорят, нет, нифига. Пускай тренируются. Бумагу же они тебе написали на основании чего, нифига-то. Нет, смотри, нет, у вас не полный комплект, мне тут скажут, до свидания, обратно. Ну я думаю, что этот вопрос решаем. Решаем, решаем, мы все решаем. Просто сейчас. Просто с городами отказываются, говорят, до свидания. Вы понимаете, это несуществующие услуги. Понимаете, вот помните эти данные услуги? Ну, ну, конечно. Это, как это, на каких счета, это непринудительная услуга, это пожелание. На ваше волеизъявление. Да, вот эти счета и так далее, это вот об этом и есть даже решение пенсиона. Чтобы незаконно платить за несуществующие услуги, только по сути желанию. Да, что это, это только волеизъявление, желание человека, но не обязал. Для того, чтобы у вас, ну, логика, да? Меня просят заплатить. Покажите договор, который я согласен, то есть обе стороны договорились, что я вам за что-то должен платить. Договора нет, за что я должен платить. Это, опять же, возвращаемся к вопросу, кто вы и на основании чего ваше право требования. То есть, если право требования основано на основании договора, да, давайте посмотрим конкретно, что там в этом договоре. То есть, вы, первый вопрос, и кто вы, с чем пришли, на основании чего, это первые вопросы, которые надо задавать. Вот здесь судебная практика по Краснодарскому, я знаю, вот юристы есть, когда дом не свеже построен, так сказать, а заранее закуплено брали, а они же сели в администрацию. Так он у нас начал пойти и попросить те деньги, которые вы отчисляли до этого времени. До того, как вы с вас сейчас закуплено, вы же эти деньги отчисляли, а куда они сели, где потеряли? И сейчас есть уже огромная судебная практика, которая выигрывает миллионы, возвращая вот эти деньги с администрации, которые они благополучно платили, и потом им простили. Сейчас простили всем вот этот пенсионный вот… Вот по приманту опять? Нет, нет, накопительная, страховую часть. Всем простили. Есть же такой смешной, да, вот в интернет-ракиде. Всем по 5 тысяч выдали пенсионерам. То есть, 400 миллиардов украли, 200 миллионов выдали, и все рады, что по 5 тысяч получили. 400 миллиардов в стране собрали и ликвидировали. Собирайте на капремонт, только надо задать вопрос, а куда те деньги делятся, которые я до этого платила капремонт, а они-то осели в администрацию. Забирайте дальше, мы их дальше заберем. Саховую, накопительную еще… Ну, это же ОПГ, ОПГ – это коммерческая организация. Через банк вас, через УЖИК вас… Ну, как бы еще взыскать? Сейчас какие налоги? Так, есть задолженность банковская – квартиру забрать. Агрессивные, вот эти законы агрессивные, которые принимаются, посмотрите, что творится. Так, интернет отключить, чтобы грамотностью не обладали. Да, закон яровой? Еще что-то? То есть, максимально вас превратить… Чтобы вы были источником страха. А страх, он, как я говорю, он как снежный ком, вот он проблемы просто притягивает. И придумать какой-то закон, какой-то сосадков сейчас, говорят, в Москве уже есть какой-то… За снег и за дочь? Да, да, да. За гребой, за ягоды. За гребой, за ягоды, ага. Все знают, что здесь есть по игру и вниз начинается, двоечка, троечка. Скажите, пожалуйста, есть ли государство или у нас вообще что-то в этой нелегитивной стране? Если государства и РФ нет… Ну, в двойке я ни разу не видел ни одного этого. Значит, что, одни только фирмы, что ли? Корпорация. Говорят, что государственные корпорации, подростковые там… Начинают муниципальные… Вот в этом есть, в Конституции. Государственная, муниципальная, частная собственность. Ну, все, она как бы признается. Подождите, а почему какая-то так получается? Если государственной нет, так какой налог может быть на имущество? Вот мне сейчас обложили базу всех… Ну, все. Мне обложили крон со всех сторон. Я не знаю, что делать. У меня будет христианс, Володя, по-моему, проконсультироваться. Как они имеют право по какой-то кадастровой используемости брать меня, какие-то требовать меня наложить? Если даже государство… Никак, мы за этим тут и собрались. Что делать? Тогда вопрос подскажите. Уже идут на меня… Начинается пересох. Сначала отсюда страхом. Да, это убрал. Точно? Да. Я уже и пакет документов купил, и все. Никак не могу вот… Перешагнуть через свою семью, скажем. Если просто вам простой совет дать, наверное, вам нужно открыть потребительское общество и внести это все имущество в потребительское общество в качестве пая и поставить его на забалансовый счет. Соответственно, вы не будете платить налог на имущество. Мы были в Челябинске. Команда собиралась в Челябинске. И, кстати, вот на сегодняшний день несколько предприятий РФ и, причем крупные предприятия, ГАЗ, Энергаз будут там еще какие-то, выше с предложением выйти из правового поля и ступить в правовое поле СССР. Все, надоели поборы. Они безосновательно, они с каждым годом все увеличатся, потому что кошелек сжимается, а жить-то привыкли. Понимаете, когда люди, которые занимаются по организованной преступности, находят тонны денег, не вы вдумайтесь, тонну денег находят, которые он сумел отжать. Ну, на правовом поле в своем нужно тогда иметь свой год. Сложить-то хочется. Свои деньги. Ну, сейчас это все запускается, это все делается. Механизмы откладываются в углу. Пошел процесс, когда предприятия стали обращаться, понимаете? Потому что невозможно жить, невозможно существовать, невозможно бизнес вести. Невозможно. Вы завтра без штанов проснетесь. И все сделано к тому, чтобы вы проснулись без штанов. И не думали о том, что вы неудачник. Я всегда говорю, человек всегда забудь. Не надо и думать, что у вас жизнь не сложилась, что он так получилось, что вы остались без работы, что у вас понизилась зарплата, потому что вы какой-то плохой работник. А что творится на работах? Игра такая. Что творится на работах? Всех пытаются сделать зомби. У тебя нет прав, ты должен стоять весь день, ты не можешь там выйти, никуда выйти и так далее. На все надо разрешение. Да, да, да. Все начинать с малого. Раньше такого не было. Человек человеку был друг. Какие-то… У нас за 20 лет разучились, чтобы все сплачивать, понимаете? Раньше… У нас пару шуков до электронного масла делали. Да, да, да. На день в день в день нет, и все. Все рабы уже… Карточку Единую сейчас же сделали. У другого… Чепизации же собираете делать. Да я уже делаю. Стереть, потом вы против, сказали, вас стерли, и все, нет вас. Карточки нет системы. Все сделают через продукты, это уже делают. Марина вот… Не, на Украине дают паспорта геометрические, сразу метку налог ставят. Все. Детям тоже начали делать это. Марина, расскажи про банкротство. То же самое, что многие леют мечту, что они обанкротятся. А что такое банкротство в этот квартал? Человека признают люди. Они списывают человека и долги, так скажем, и человека. Тульки, а ребенка что за брать? Юридически мертвые. Ну это юристы Российской Федерации любят. Будем заканчивать, да, встречу. Я раздам занятия на правила, кто хочет, со страхами помогает быстро бороться. Девочки, а можно контакты записать ваши? Еще одно.